В студии телеканала Север Ольга Руслова, здравствуйте! В эфире программа «Законодатели» – программа о тех, кто принимает значимые решения для социально-экономического развития Ненецкого автономного округа и повышения уровня жизни населения региона на федеральном, региональном и местном уровне. И сегодня в выпуске. Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа подвела итоги голосования на выборах в Государственную Думу Российской Федерации и выборах регионального уровня. В окружном собрании депутатов прошли первые после парламентских каникул заседания постоянно действующих депутатских комиссий. В общественной приемной партии «Единая Россия» в Нарьинмаре депутаты регионального и муниципального уровня обсудили федеральный проект «Арктическая реновация». Избирательная комиссия Ненецкого автономного округа подвела итоги голосования на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации и выборах муниципального уровня. По федеральному избирательному округу на территории региона лидирует партийный список КПРФ. По Ненецкому одномандатному избирательному округу номер 221 победил действующий депутат Государственной Думы Сергей Коткин, кандидат выдвинутой политической партии «Единая Россия». Также в эти дни прошли довыборы в Нарьинмаре в Совет городского округа. Определился победитель в одномандатном избирательном округе на дополнительных выборах округ номер 6. Портовый в городе 192 голоса, 192 избирателя с результатом 42,7% поддержали Елену Кислякову, которая была выдвинута «Единая Россия». В этом округе составило 449 человек или 37,3%. Жители Ненецкого автономного округа выбирали также глав и депутатов в ряде муниципальных образований региона. Главой Пустозерского сельсовета Заполярного района избрана действующий руководитель муниципального образования Светлана Макарова. 156 голосов с процентным показателем 75,8% выдвигалась политическая партия «Единая Россия». Депутатский корпус Пустозерского сельсовета сформировался по трём избирательным округам. В селе Оксино из четырёх мандатов три достались кандидатам от «Единой России» и один – самовыдвиженцу. В посёлке Хангурей два мандата распределились между кандидатом-единороссом и самовыдвиженцем. В деревне Каменка победу одержал самовыдвиженец. На избирательные участки в дни голосования в этом муниципальном образовании пришли 36,6% избирателей. Активность избирателей в Малоземельском сельсовете Заполярного района составила 69,5% – 4,34% избирателя. Уверенную победу на должности главы одержал самовыдвиженец Николай Марьюев, который получил поддержку 278 избирателей – 64%. Из семи депутатских мест поселкового совета депутатов шесть мандатов получили кандидаты от партии «Единая Россия», один – кандидат от политической партии «Справедливая Россия», «Патриоты за правду». Жители поселка Амдерма на прошедших выборах голосовали за депутатов поселкового совета. Семь мандатов получат четыре кандидата от политической партии «Единая Россия», один – от ЛДПР и два кандидата, которые выдвигались в порядке самовыдвижения. Избиратели Омского сельсовета также сделали свой выбор на выборах депутатов. В многомандатном избирательном округе в селе Ома проголосовали за трех представителей от «Единой России», по одному – от ЛДПР и «Справедливой России». В одномандатных округах деревень СНОПА и ВИЖЕС оба кандидата победили, которые выдвигались в политической партии «Единая Россия». Участие в выборах составил здесь 35,5%. Как видите, в округе действуют и пользуются поддержкой избирателей различные политические силы, что является признаком здорового общества и нормальной общественно-политической обстановки в регионе. Региональное собрание депутатов возобновило свою работу после парламентских каникул в новом сезоне. Впрочем, и во время парламентских каникул работа депутатского корпуса не останавливалась. В это время многие из депутатов встречались со своими избирателями в населенных пунктах региона. В июне я съездила в Харуту, а сейчас мы встречались со старшим поколением в поселке Красное, затем мы встречались с многодетными семьями и обсуждали те вопросы. И это правильно, почему? Потому что у нас есть план работы, и для того, чтобы сверить часы, как говорят, верно ли мы принимаем решения и какие-то новые идеи. Поэтому необходимо у нас идет формирование бюджета, необходимо будет в последующем, если есть какие-то замечания или есть предложения, необходимые для улучшения качества жизни избирателей, конечно, необходимо учитывать. На встрече с многодетными семьями депутат напомнила родителям о том, что помимо федеральных выплат на детей, для подготовки к учебному году существуют и региональные выплаты. То есть 10 тысяч – это федеральные деньги, и 9 тысяч – это региональные деньги, на которые также можно приобрести детям одежду или обувь, ну и другие принадлежности. В одной из рабочих поездок в поселок Красное жители поселения обратились с просьбой увеличить сумму компенсации расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, которые предоставляются сельским специалистам. В настоящее время эта выплата составляет 1200 рублей, в месяц в зимний период – 2160 рублей, но только три месяца. Понимая, что продолжительность зимнего периода на Крайнем Севере порядка шести месяцев, депутаты фракции «Единая Россия» разработали соответствующий закон. На этой сессии мы принимаем законопроект, в соответствии с которым специалисты, работающие на селе, в бюджетных учреждениях, будут получать компенсацию шесть месяцев – 2160. В настоящее время они получают только три месяца – 2160. Вопрос увеличения компенсации расходов за коммунальные услуги сельским специалистам рассмотрели на первом после парламентских каникул заседании комиссии по социальной политике окружного собрания депутатов. Заседание постоянно действующей депутатской комиссии провела и ее председатель Анна Булатова. Напомним, что в действующей редакции закона специалистам, проживающим и работающим в населенных пунктах округа, предоставляется компенсация расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги только в первом квартале календарного года. В проекте нового закона предлагается применять коэффициент 1,8 не только в первом квартале, но и в четвертом квартале года. Таким образом, жители будут получать денежную компенсацию шесть месяцев – с октября по март включительно. По предварительным расчетам на реализацию проекта закона в следующем году потребуется 2,2 млн. рублей из окружного бюджета. Прект закона о внесении изменений в часть 8 статьи 4 закона Ненецкого автономного округа о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки прошел процедуру общественного обсуждения. По итогам обсуждения проект закона рекомендован к принятию в двух чтениях сразу на очередной сессии. Мы продолжаем поддерживать инициативы наших земляков, направленные на укрепление социальных мер, особенно если это касается поддержки специалистов культуры, образования и других бюджетных сфер, которые работают на селе. Вопрос, который был рассмотрен на заседании комиссии по социальной политике, как раз направлен на компенсацию расходов за коммунальные услуги сельским специалистам. Было предложение увеличить эти расходы и вот как раз на 4 квартал 2022 года эта компенсация будет увеличена. Под председательством депутата Александра Чурсанова в собрании Ненецкого округа прошло заседание постоянно действующей парламентской комиссии по государственному устройству и местному самоуправлению. На заседании комиссии депутаты рассмотрели 7 тематических вопросов, которые в основном касались приведения норм регионального законодательства в соответствии с федеральными законами. По всем вопросам решения были приняты положительно, соответственно в ближайшее время на сессии проекты будут рассмотрены. Также на заседании комиссии по государственному устройству и местному самоуправлению депутаты рассмотрели проект постановления, в соответствии с которым будет избираться новый состав избирательной комиссии Ненецкого автономного округа, поскольку в декабре текущего года срок полномочий действующего регионального избиркома заканчивается. В этом году у нас будет сформирована новая избирательная комиссия Ненецкого автономного округа в соответствии с федеральным законодательством, региональным законодательством. В состав комиссии войдут 5 человек, которые избирают собрание депутатов и 5 человек от исполнительной власти, это губернатор Ненецкого автономного округа. Соответственно в состав комиссии входят парламентские партии, их на сегодняшний день 5. В окружном собрании депутатов состоялось заседание постоянной комиссии по делам Ненецкого и других малочисленных народов Севера. Экологии и природопользованию заседание провел председатель комиссии Матвей Чупров. Участие в заседании комиссии приняли заместитель губернатора по делам Ненецкого и других коренных малочисленных народов Севера Юрий Хатанзейский, руководитель департамента природных ресурсов АПК и экологии Ненецкого округа Альберт Чебдаров. Он представил доклад о состоянии оленеводческой отрасли за 2020 год. Площадь оленей пастбищ в округе составляет 130 тысяч квадратных километров, или 73,5% всей территории региона. С учетом последних проведенных геоботанических обследований, пастбища позволяют выпасать 190 тысяч оленей. Фактическая загруженность пастбищ с учетом частного поголовья составляет 95%, рассказал руководитель ведомства. По состоянию на 31 декабря 2020 года оленеводством в округе занимается 29 хозяйствующих субъектов. В оленеводческих бригадах трудится порядка 830 жителей округа, большая часть из которых являются представителями коренных малочисленных народов Севера. Регион занимает второе место в Российской Федерации по поголовью домашних северных оленей. На 1 января 2021 года в округе насчитывается более 168 тысяч оленей. В отельную кампанию 2020 года родилось 67 тысяч телят, что на одну тысячу голов больше, чем в отеле 2019 года. Благоприятные погодные условия положительно повлияли на сохранность телят в периоду проведения убойной зимней кампании. Упитанность убойного контингента выше уровня предыдущей убойной кампании. Получено 1284 тонны мяса. Почти вся произведенная Оленина направляется на последующую промышленную переработку окружным предприятиям. Убой производится на 11 убойных пунктах округа, большинство из которых построены в 2000-х годах. Практика показала, что в современных условиях не требуется строительство капитальных зданий для осуществления забоя. Наиболее развитые окружные хозяйства, такие как СПК «Колхоз» и «Жимский оленевод» и «Ко», СПК «Путилича» уже используют модульные комплексы, располагающиеся в непосредственной близости от оленей пастбищ. Благодаря использованию современных технологий цикл производства в тундре становится практически безотходным. От забоя до первичной переработки шкур, субпродуктов и вакуумной упаковки продукции. В 2020 году СПК «Индига» был введен в эксплуатацию новый модульный убойный пункт, производительностью убоя до 100 голов в смену, что позволило произвести часть убоя непосредственно в поселке «Индига» и обеспечить население свежей продукцией оленеводства. Кроме того, Неницкая община «Канин» приобрела и ввела в эксплуатацию новый цех по переработке мясной продукции. Это позволило хозяйству в период убойной кампании начать переработку продукции оленеводства для реализации населению. Уже сейчас цех выпускает 16 видов продукции. Кроме того, в ходе заседания комиссии депутаты рассмотрели внесение изменений в закон Неницкого автономного округа о недропользовании и о реализации органами государственной власти Неницкого автономного округа государственных полномочий в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Оба проекта внесены в законодательное собрание главой региона. В преддверии очередной сессии собрания депутатов Неницкого автономного округа состоялось заседание постоянной парламентской комиссии. по экономической политике и бюджету под председательством депутата Натальи Кордаковой. На заседании комиссии обсудили размер патента для иностранных работников на территории Неницкого округа на 2022 год. Напомним, иностранцы, работающие в России, на основании патента уплачивают налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрено, что платежи уплачиваются за период действия патента в размере 1200 рублей в месяц. Размер платежей подлежит индексации на коэффициент дефлятор. При этом регионам предоставляется возможность устанавливать свой коэффициент. В округе на 2021 год он установлен в размере 2,442. С учетом коэффициента дефлятора и регионального коэффициента, сумма авансового платежа по НДФЛ для иностранных граждан составляет 5462 рубля в месяц. Общая сумма уплаченного налога в текущем году составила более миллиона рублей. Представленным на комиссии законопроекты Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения предлагают установить коэффициент на 2022 год в размере текущего года. С учетом коэффициента дефлятора и регионального коэффициента, сумма авансового платежа по НДФЛ для иностранных граждан составит 5664 рубля в месяц. По данным профильного ведомства, на 1 мая текущего года оформлено 37 патентов иностранным гражданам, пребывающим в безвизовом порядке, на право осуществления трудовой деятельности. Общее количество работодателей, привлекающих иностранных работников на территории Ненинского автономного округа, составляет 116. Из них 74 организации и 42 индивидуальных предпринимателя. Трудовую деятельность на территории Ненинского автономного округа осуществляют 252 иностранных гражданина. Первая осенняя сессия собрания депутатов Ненинского автономного округа пройдет в конце сентября. В течение этой недели в собрании депутатов проходят профильные комиссии. На данных комиссиях депутаты рассматривают те вопросы, которые будут внесены в повестку с сессией. Известно, что первая в новом парламентском сезоне сессия собрания депутатов пройдет в конце сентября. Для жителей округа будет организована прямая трансляция на сайте собрания депутатов, а также на телеканале Север. В общественной приемной партии «Единая Россия» в Наридмаре депутаты регионального и муниципального уровня обсудили федеральный проект «Арктическая реновация», который был анонсирован в конце августа этого года. И предполагают комплексное строительство новых микрорайонов со всей необходимой инфраструктурой – школы, детские сады, объекты ЖКХ, досуговые и спортивные комплексы. Реализовать идею «Единая Россия» предлагает в ближайшие годы в арктических городах страны. Проблема переселения жителей северных городов из ветхого и аварийного фондов, комфортабельные условия проживания, стоит достаточно остро. Активное заселение и промышленное освоение Арктики началось в 30-40-е годы прошлого столетия. В эти годы были построены арктические порты – Игарка, Диксон, Певик, Тикси. Основаны города Наринмар, Норильск, Воркута и другие. В те годы строили жилье по барачному типу. Бараки 30-х в некоторых северных городах страны стоят до сих пор, и в них вынуждены проживать люди. Предполагается, что проект «Арктическая реновация» решит эту проблему благодаря мероприятиям программы «Ветхое жилье снесут, а северяне переедут в новые комфортабельные квартиры». На эти цели из федерального бюджета арктическим регионам выделят 45 миллиардов рублей. Пути реализации нового проекта на территории Ненецкого округа обсудили за круглым столом в общественной приемной партии «Единая Россия» – депутаты регионального и муниципального уровня. Мы предлагаем, чтобы для арктических регионов эти деньги выделялись коэффициентом 1,5, то есть изначально больше того, что могло бы быть. Есть еще ряд предложений, над них надо будет поработать уже вместе с юристами и другими экспертами. Процесс запущен, эскиз есть, я думаю, до конца сентября мы эту идею оформим уже в документе, и она выйдет. Идея арктической реновации заключается в создании новых жилых комплексов с развитой социальной инфраструктурой. «Чтобы предпринимать дальнейшие шаги, чтобы это развитие, которое у нас сейчас идет, шло лучше и более плавно, нам нужно инвестировать в людей, в их жилье, в комфорт их проживание, с тем, чтобы они могли больше времени уделять банальной работе. Чем меньше мы думаем о быте, тем больше мы можем думать, творить, созидать и помогать своей стране». Строительство жилья на территории арктических регионов в силу климатических особенностей и удаленности от центра достаточно затратное и производственно емкое по сравнению с другими субъектами, расположенными в средней полосе или в южных широтах. «Я, конечно, поддерживаю этот проект, понимаю, что для этого требуются значительные средства и помощь федерального бюджета, но, как вы знаете, буквально на прошлой неделе президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал поручение правительству о выделении дополнительных средств на переселение из ветхого и аварийного жилья. Я считаю, что эта инициатива очень своевременная, и мы будем отстаивать именно арктическую реновацию». Арктическая реновация – это основа будущего развития Ненецкого автономного округа и всех арктических регионов России в целом. Осваивать Арктику, проживая в комфортных условиях, станет проще и быстрее. Депутаты решают проблемы своих избирателей в микрорайонах города Нарьинмара совместно с муниципальными властями, улучшая инфраструктуру и качество жизни горожан. Проблемам с дорогами в Кармановке уже 30 лет. В весенний-осенний период они особенно заметны. Пройти даже в резиновых сапогах бывает невозможно. Жители микрорайона в 2015 году обратились за помощью к Анне Булатовой. В то время активистка еще не была депутатом, но за проблемный вопрос взялась кардинально. В результате проблему удалось решить – засыпали на этом участке гравий. Однако прослужила такая дорога недолго. В 2018 году во время работ по замене труб гравий был убран и вновь неудобство для жителей. Весной мы тонем, по лужам бродим, зимой нас заваливают снегом вон туда, гаражам не выползти, не выбраться, по уши в снегу тонем. А летом мы по песку вот так надо одевать сапоги, чтобы пройти. Песок, сплошной песок. Ситуация усугубилась в 2019 году, когда ввели временное ограничение на дороге по улице Ленина. Тогда автомобилисты стали объезжать перекрытый участок главной дороги, все больше разбивая дорожное полотно. И вновь жители обратились к депутатам. В прошлом году мы поднимали этот вопрос. И большое спасибо, конечно, что нас услышали, обращались к нам жители. А мы, в свою очередь, обратились в администрацию города за помощью и оказали нам должное внимание, не только нам, но и жителям. Работы начались еще в прошлый четверг. Разровняли дорожное полотно, выгрузили плиты, убрали арматуру и забор. А теперь по улице Меньшикова прокладывают тротуар из плит. Для укладки плит задействована техника чистого города. Это манипулятор, погрузчики и самосвалы для подвоза песка. Тротуар планируют установить вплоть до дома 10А по улице Меньшикова. Укладка плит, подсыпка прилегающей территории. Как в данном месте можно посмотреть, перенос ограждений у многоквартирного жилого дома. Данный проезд по улице Меньшикова будет отгрейдирован после выполнения всех видов работ по укладке плит. Устройство данного участка планируют завершить до 15 октября. Председатель собрания депутатов Ненецкого автономного округа Александр Лутовинов принял участие в торжественной церемонии открытия в лесозаводском парке памятного знака лесозаводчанам, героям Великой Отечественной войны. Дождливая осенняя погода не помешала торжественной церемонии. Сюда, в лесозаводской парк, на открытие памятного знака в честь лесозаводчан, призванных на поля сражений Великой Отечественной войны, пришли дети и внуки героев. Инициатива увековечить имена солдат Второй мировой войны принадлежит Совету ветеранов Печорского лесозавода, старейшего предприятия в Ненецком автономном округе. Инициативу поддержал Региональный совет ветеранов войны и труда, муниципальные и окружные власти. 22 июня 2021 года, в день годовщины начала войны, также в торжественной обстановке в лесозаводском парке заложили основу под будущий фундамент памятного знака. Осенью торжественно открыли. Сегодня мы открыли еще одну страницу истории нашего завода и увековечили ее в стенде памяти. Здесь у нас значатся фамилии тех, кто ушел с первой с ней войны и был призван нашего Печорского лесозавода. Перед началом Великой Отечественной войны Печорский лесозавод был крупнейшим предприятием Наринмара. На нем работали почти 400 человек. Из них 295 ушли на войну. Больше половины, 170 лесозаводчан не вернулись. Все 295 фамилий выгравировали и увековечили на этом памятном знаке. Сегодня мы должны передать эту память нашим детям и внукам, нашим сегодняшним. Поэтому давайте будем этим заниматься, давайте будем воспитывать нашу молодежь. Только тогда мы будем все вместе частью большой страны, частью великой страны, которую никому не победить. Работники лесозавода не только бесстрашно сражались за родину на фронтах Великой Отечественной войны и были награждены боевыми наградами. Они внесли немалый вклад и в экономику округа и страны. Трудовой подвиг лесозаводчан также нашел отражение и увековечен на памятном знаке в лесозаводском парке. Здесь выгравированы и фамилии тех, кто был удостоен уже в послевоенное время высоких правительственных наград за свой труд. Таких как Орден Трудового Красного Знамени, Орден Знак Почета, Орден Трудовой Славы, Медаль за Трудовую Доблесть, Медаль за Трудовое Отличие. Всего 24 награжденных. Вы смотрели первый в новом парламентском сезоне выпуск программы «Законодатели». До встречи на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok